Отсутствие тротуара и удобных парковочных мест, а также дорога, чье состояние оставляло желать лучшего. Такой была реальность жителей дома номер 29 по улице 22-го портсъезда. Но в этом году ситуация изменится. Работы по благоустройству начнутся через несколько недель. Текущее состояние двора оценила глава Самары Елена Лапушкина во время объезда советского района. Здесь будет асфальтовый площадь, здесь будут парковочные карманы по согласованию. Вот до сих пор мы доходим до ограждения, обрезаем и делаем полностью всю дорогу, полностью до отмостки, подходим к дому. Бордюрным камнем отделяем им тротуар, для того, чтобы люди ходили, чтобы машины не ездили, поскольку у нас идет расширение. И на метр мы сюда расширяемся. А вот во дворе дома номер 89 по улице Победы работу уже вовсю ведут. Здесь сейчас укладывают асфальт, сделали карман для новых парковочных мест и установили детскую площадку. Рядом с ней соседствует металлический забор, который жители просят раскрасить в сказочной тематике. Осмотрела глава города и территорию возле памятника шоферам и машинам потомкам пример. Раньше здесь располагалось кафе, но оно, территорию, занимало незаконно. Сейчас локация пустует, но в планах благоустройство сквера. Поставить на кадастре этот земельный участок, делать его полностью сквер, полностью, и его благоустраивать. Да, вот оно, садится. Еще одна территория советского района обретет новую жизнь. Сквер перед ДК «Самарец» стал одним из победителей народного голосования за благоустройство в 2023 году. Обновление здесь практически комплексное, ведь и соседний двор тоже приводят в порядок по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Работы по устройству внутриквартальных проездов еще впереди, а вот детские площадки уже установлены. Приняли все по-другому? Да, все нормально. Мы уже деньги получили, я же говорил. Сейчас подрядчику оплатим, в понедельник, вторник уже подрядчику. Жители довольны новыми изменениями, но в то же время у них остаются вопросы. Осуждение наболевших тем продолжилось в ДК «Заря», где глава города провела встречу с жителями. Жители советского района затронули тему транспортной доступности улицы Мариса Тореза, ремонта внутриквартальных проездов и реконструкции спортивных объектов, стадиона «Заря» и футбольного поля на Партизанской. Главе Самары задали более двух десятков вопросов. Городские власти взяли их на контроль. Также на встрече провели семинар с активом Советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Напомним, региональный проект помогает жителям в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Он создан по инициативе губернатора и секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Потому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За два года организовали более двухсот таких встреч. В них приняли участие около семи тысяч активистов. Проект «Мой дом» направлен именно на то, чтобы активисты, актив старших по домам и непосредственно Советов домов, знали, как правильно выстроить работу с управляющей компанией, что спросить с управляющей компанией, как грамотно получить ответ и сохранить то имущество, которое у нас с вами есть, а это квартира в многоквартирном доме, в нормальном состоянии. Основная цель проекта именно в этом. Современная и удобная платформа ГИС ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. Через эту систему собственники могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями и органами власти различных уровней, вводить показания приборов учета, контролировать работу по дому, а также оценивать ее стоимость, проверять лицензию управляющей организации, узнать график капитального ремонта по дому. Если вы будете являться активным пользователем системы ГИС ЖКХ и увидите, что та или иная информация не размещена по вашему дому, и вы это увидите и поймете, что этой информации нет, вы вправе будете направить соответствующее обращение в этой же системе ГИС ЖКХ. Не надо никуда ходить. Это все позволяет нам система ГИС ЖКХ. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих организаций, которым жители советского района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Константин Головин